Как человек, который прожил в Сочи более 20 лет, Константин Затулин сразу отметил, что Югспорт – место уникальное. Сегодня это федеральное учреждение объединяет несколько крупных спортивных комплексов, в которых тренируются не только члены олимпийских сборных, но и начинающие спортсмены. Кстати, центральному сочинскому стадиону, который тоже подведомственен Югспорту, недавно присвоили имя прославленного сочинского футболиста Славы Митревели. Это стало возможным после обращения Константина Затулина в Министерство спорта Российской Федерации. Перепрофилируют, значит, все это имущество и будет называться не в ГУП Югспорт, и в составе этого в ГУПа центральный стадион имени Славы Митревели. Мы очень выражаем благодарность всем, кто к этому приложил свое усилие. Спасибо всем и особая благодарность Константину Затулину. Однако на встрече с коллективом Югспорт разговор шел в основном о проблемах волнующих горожан. Что в дальнейшем будет делать в сфере образования, ваше отношение к единому государственному знанию и перехода высшего образования на полуанской системе. Константин Затулин уверен, подобные реформы требуют серьезных доработок. Главный аргумент – статистика. С начала введения ЕГЭ уровень знаний выпускников резко снизился. Шаблонный тест не дает качественных показателей в развитии творческого мышления, умении строить устную речь и аргументировать свой ответ. Что касается высшего образования, то и здесь нужны серьезные корректировки не только в программе, но и в подходе к обучению. Сочи – яркий пример. Еще одна важная тема – цены на авиаперевозки, уровень которых ведет к удорожанию отдыха в Сочи в целом. По мнению Константина Затулина, монополизация в данной сфере недопустима. У клиентов не только должна быть альтернатива выбора компании, но и сами перевозчики должны работать так, чтобы выбор населения был именно в их пользу. Для того, чтобы попасть в функцию Дайланд, сверх дешевые билеты, чартерные релиз, копеек. А теперь попробуйте узнать, какие цены на билеты Сочи и Москва. То есть это прежде всего должна быть политика государства, когда государство заставляет перевозчика, особенно в курортный сезон, давать скидку. Зашла речь навстречу и о водном транспорте в Сочи. Константин Затулин выступил с инициативой восстановить морское сообщение между районами курорта. Таким образом решить сразу несколько задач. В перспективе разгрузить пассажиропоток на наземном транспорте и внести дополнительный плюс в копилку туристической привлекательности. Пока же неэффективное использование федерального имущества налицо. Сегодня большинство пирсов и причалов, принадлежащих Росморпорту, просто закрыты. Идея как раз в том, чтобы восстановить все то, что мы прежде имели. Когда у нас марина нынешняя, а раньше это просто назывался морской порт, была заполнена кометами, ракетами, прогулочами, катерами. Для решения этого вопроса Константин Затулин лично в рамках деловой встречи проведет переговоры как с представителями Росморпорта, так и с бывшим министром транспорта, ныне помощником президента России Игорем Левитиным. Встреча назначена на 19 июля.